Итак, ребятки, я всех приветствую, продолжаем наше прохождение. Так, прежде чем мы отправимся дальше, нам нужно привести себя в порядок, отдохнуть, снять все вот эти предсмертные из себя эффекты. Можно сделать это, поговорив, например, с ним. Так, только как это делается. Да, исцели меня. А, но он не снимает их, то есть он нам перезаряжает заклинания, но не снимает эти эффекты, для этого все-таки действительно поспать надо. Окей. Ничего страшного. Тогда сделаем кое-что другое. Силу накормим книжкой, которую мы подобрали. Где она у нас? Вот она. Так, это раз. Потом я уберу заклинание с панели, в которой мне все в руки да на глаза просится. Поле цветов. Шлеп. Чтобы оно меня не отвлекало своим присутствием. Ввиду его некоторой неэффективности, скажем так. Дальше. Дальше, да, наверное, пойдем тогда у костра поспим, потому что костер находится... Шлеп-шлеп. Вот в пещере у нас. Наш путь ведет к нам. Ты никогда не думал о том, чтобы исповедаться в своих грехах? Возможно, тебе станет легче. И если я решу исповедаться, чего никогда не случится, то выберу старого боевого капеллана, который знает, о чем я говорю, а не юнца, который... А не юнца, самый страшный грех которого это проспать службу. Опа, разговор с Грейбором. Что это? Герой чувствует, что одному из соратников Командора нужна помощь. Ему следует отправиться в Нексус, чтобы выяснить, в чем дело. Угу. Так-так, интересно. Очень интересно, где он нас? Внизу. Так, прежде чем я сейчас с ним поговорю, отмечу себе этот квестец. Квест называется... Разговор с Грейбором. Замечательно. Супер просто. Но он, очевидно, трансформируется в какой-нибудь другой квест. Грейбор хитро улыбаясь, раскуривает трубку. По азартному блеску в глазах видно, что ему не терпится поделиться с вами какой-то новостью. Наконец, он не выдерживает. Интересные сведения дошли до моих ушей. Оказывается, недавно среди наименее достойных жителей Алушиниры прошел слух, что кто-то собирает самых злобных душегубов и сукиных детей, чтобы убить типа по имени Вилодус. Знакомое имя, не правда ли? У меня есть очень стойкое ощущение, что это тот же самый тип, который подставил меня в покушении на Даразанда. Я бы назвал это совпадение судьбоносным. А, напомни, что за счеты у тебя к Вилодусу? Квест выполнил, классно. Не терпится перекинуться парой слов с этим типом. Он заказал мне голову Балора Даразанда и настоял, чтобы я убил его врученным им магическим кинжалом, который оказался некачественным. Цель ускользнула, и пусть это отсрочило его смерть совсем ненадолго, но на мою репутацию была брошена тень. А значит, Вилодусу придет заплатить за это. Я пока не решил, чем защищу с него долг, золотом или жизнью. А как ты добыл эту информацию? В голосе Грейбера звучит оскорбительная нотка. Я наемный убийца. Если бы я не сумел собирать слухи, сидеть бы мне без работы. Я посетил несколько таверн, в том числе одну под названием «Не повезло». Настоящая городская клоака, в которую стекалась информация со всего города. Там ко мне подсел один тип, искавший лихих ребят себе в команду. Он-то мне все и выложил. Я бы продолжил общение и выведал больше, но этот тип внезапно назвал меня «Кровавой лярвой». После чего ему срочно понадобились услуги зубодера, а мне новая кружка. А кто такой этот Велодус? Грейбер солидно, не торопясь, затягивается трубкой, затем деловито отвечает. Об этой добыче мне известно следующее. Он демон и волшебник, довольно могучий, а потому имеющий высокий статус в городе. С недавних пор его охраняет маленькая армия наемников. Но это головорезы, а не телохранители. И надлежащих навыков у них нет. С момента, как Велодус узнал о награде за свою голову, он не покидал собственного особняка. Думаю, внутри полно ловушек. Не буду преуменьшать степень опасности Велодуса, чтобы убить его. Чтобы убить его, искали настоящих сорвиголов, а значит, дело это почти наверняка самоубийственное. Кто желает Велодусу смерти? Двафф пожимает плечами. Некий аноним, у которого оказалось побольше мозгов, чем у самого Велодуса. И который не стал разбалтывать свое имя исполнителем. Впрочем, я готов поспорить, что это кто-то из дискоритов. Дорозант ведь был слугой дискарии. А это сорончиная стая, хоть внутри себя и грязется постоянно, но покушение со стороны на одного из своих считает покушением на всех. И что ты предлагаешь? Будь я проклят, если позволю обыскать себя банди каких-то некомпетентных головорезов. Сначала я потолкую с Велодусом, а уже потом они могут делать с ним все, что им заблагорассудится. Что думаете о том, чтобы утереть нос этим криворуким халтурщикам и первыми наведаться в особняк Велодуса? Звучит как интересный вызов, не так ли? Ты хочешь убить его? Не обязательно. Возможно, я предпочту компенсацию полноценными золотыми монетами. Хотя, чем больше времени настаивается мое желание отомстить, тем сильнее крепнет мое желание взыскать долг иным путем. И где нам его искать? Его особняк расположен в верхнем городе и зовется домом нечистивого значения. Не знаю, насколько уж нечистое его значение, но дела он ведет точно грязно. Окей, погнали. Вопрос репутации называется, квест. И себе его уже, конечно же, отметил. Отлично. Думаю, этот разговор не обойдется без старого доброго насилия. Замечательно. Прекрасно. Так, и еще можно с этим ангелом поболтать. В Лушинире по-прежнему нет более могучей фигуры, чем Шамира, наместница самой Ноктикулы. Именно она, в отсутствие своей загадочной госпожи, правит городом. Как ни прискорбно мне признавать, это мы должны добиться ее расположения, чтобы заставить Лушиниру считаться с нами. Я хочу знать больше о Шамире. Шамирам пылкая греза. Именно имя, что некогда звенело чистотой и славой, а ныне замарано позором предательства. Она была рождена в высших планах, и ей была дарована высокая обязанность зажигать в смертных огонь мечтаний, и раздувать его, беречь от сталых холода в скорби и цинизма. Шамира служила верно, пока единожды не оступилась. Я уберегу тебя от подробностей и скажу лишь, что мечта, выписанная ей в грандиозности своей, равна была лишь кровавой цене, кое была уплачена за ее воплощение. То была величественная, но темная греза, и Шамира позволила ей воплотиться. Затем она бежала. То ли трусость, то ли ощущение собственной правоты помешали ей предстать перед своими владыками и держать ответ за свои поступки. Она укрылась в бездне, где Ноктикула, госпожа в тенях, приняла ее пылкий свет в объятия и затмила своим сумраком. Спустя недолгие века мы вновь услышали ее имя. Она была названа владычицей Алушиниры, верной спутницей и фавориткой Ноктикулы. Так убедились мы, что были правы в тот злосчастный день, когда осудили Шамиру. Жаль, что ее падение не удалось предвидеть заранее. Ясно. Чуть больше мы узнали. Так, я кое-что еще сделаю, прежде чем я начну стэк менять и ходить тут всякое исследовать. Мне там кое-что уголька нужно поменять. Так. Шлеп. Это что такое? Отсеченная голова демона? Че? Отсеченная голова демона? Это сейчас на смену этим, что ли, попадаются? Господи. На смену людским головам? Забавно, забавно. Однако забавно. Так, ладно. Обездвижить гуманоида. Да. От цепи свету мне, говорят, пропали, да? Сейчас попробуй найди его. Да, цепи света. У них иконки одинаковые, к сожалению. Так что надо быть бдительным. Все, окей, сейчас назад. И берем другой стэк. Пойдем гулять и следовать, чтобы узнать, какие-то нас тайны тут все это дело скрывает. Так, обязательно берем тебя. Тебя, конечно же. И вы двое у меня не влезли, да? Но это очень условный стэк. Понятное дело, что вряд ли с ним буду ходить. Я так от фонаря скорее натыкал. Ну, кроме Рушлай, которая тут явно, как бы, достаточно вполне себе вписывается. Ну, вот здесь, конечно, да, вообще нужно полностью перебрать все. Потому что я, вон, вижу тут косяки, дубовая кожа повторяется. Что-то еще, короче. Ну, тут будь здоров, да, надо это причесать. Все это дело у него. Половину всего повыкидывать. И, наверное, мы все-таки этим стэком можем попытаться разрулить несколько драчек тут. Например, вот здесь драка происходит. И где-то на какой-то крыше на меня еще напали. Поэтому... А, ну вот, да, охотник за душами на меня напал. С ним мы разберемся. Только, конечно, по-хорошему там не погибнуть. Так, вот так у нас так получится. Ну, и там ближе к делу мы, конечно, забафаемся. Так, других наездников у меня нету. Нету. Ой, блин. Жуткое место, правда, даже по меркам этого города. Рушлай кидывает взглядом безотрадный пейзаж трущоб. Но знаешь, веришь или нет, с этим местом у меня связано одно из немногих хороших воспоминаний о бездне. Расскажешь, что произошло? Это был плохой день. Я пряталась от опасных демонов, которым должна была деньги. Вернее, сейчас я понимаю, что это была мелкая шпана, которую, наверное, с тех пор сто раз успели сожрать. Но тогда они были для меня очень опасны. Их громила уже проделали мне в боку дыру и шли по следу крови, чтобы закончить начатое. Я нашла какой-то укромный угол, то ли подвал, то ли закоулок. Но там уже кто-то сидел, какой-то тифлинг. Я была готова бежать или драться, но он улыбнулся и предложил мне присесть рядом. Рушлай улыбается. Я себя, наверное, вела, как дикий зверек. Села подаль, готовая в любой момент прернуть его или пуститься на утек. А он дал мне целебное зелье и сказал, что я могу прятаться здесь сколько хочу. Мы разговорились. Он был путешественником с другого плана. Кажется, даже не с Галариона. Он тоже прятался, уже не помню от кого. Мы вместе переждали в этом укрытии несколько дней. Он поделился со мной лепешками. Странными пряными, я таких никогда не пробовала. Я думала, что он захочет, чтобы я с ним расплатилась. Но ты догадываешься, чем. Но он и пальцем меня не коснулся. Просто сказал на прощание. Не благодари меня, передай дальше. Я тогда вообще не поняла, о чем он говорит. Только уже в дрезе не услышала эту фразу. И узнала, что она значит. Так, и что она по-твоему значит? Как месть, но наоборот. Незнакомец делает тебе добро, не требуя оплаты. А за это ты находишь другого незнакомца и бесплатно делаешь добро ему. Это странно. Демоны бы не поняли. Я сейчас с трудом понимаю, но идея в том, чтобы в мире становилось больше доброты. Правильно? И вы с ним больше не встречались? Нет, никогда. И как ты передала дальше то, что он дал тебе? Знаешь, а ведь если подумать, то нет. Конечно, я многим успела помочь. Но это все были смертные на Галларионе. Никому в Алушинире я добра не сделал. А выходит, я до сих пор перед ним в долгом. А почему бы тебе прямо сейчас не отдать этот долг? Сейчас, но Арушилай оглядывает грязные улицы и еще более грязных местных жителей. И правда, почему бы и нет? Эй ты! Постой, постой, не убегай. Да стой же ты! Арушилай быстрым шагом направляется к грязному покрытую паршей Абрикандилу. Че надо? Демон испуганно оглядывается в поисках пути отхода, но поняв, что прямо сейчас его бить не будут скалиться. Тебе, наверное, ну... Сукуба ежится под злобным взглядом низенького демона и скороговоркой заканчивает. Тебе, наверное, не помешают деньги. Вот, на, возьми. Абрикандилу выхватывает кошелек из рук Арушилай и взвешивает его в корявой ладони. Хыр, а че надо-то? Прирезать кого поджечь может? Ничего не надо, это тебе просто так. Передай дальше. Последние слова Сукуба произносит уже в спину убегающему Абрикандилу. Ну вот, ушел. Даже не знаю, был ли в этом хоть какой-то смысл, он, наверное, ничего не понял. Тебе тоже понадобилось много времени, чтобы понять, что произошло. И правда, растерянность на лице Сукубы изменяется робкой улыбкой. Не знаю, изменил ли я хоть что-то, подав этому бедолаге, но знаешь, мне стало легче. И это даже не потому, что я отдала долг тому путешественнику. Просто я своими руками сделала что-то для кого-то, просто взяла и сделала. Раньше я знала только мир, где каждый стремится сожрать всех остальных. Но теперь, когда я знаю это чувство, когда ты делаешь кому-то добро, я могу представить другой мир, который такой, где это делает каждый. И это удивительная мысль. Может быть, таким и должен быть Элизиум? Ммм, ну вот, прикольное событие нашли. Ой, их тут двое, ничего себе. Ну-ка, сохранюсь, я просто не готов сейчас пока с ними болтать. Полуночные острова, владения Ноктикулы, лежат в Великом Океане Бездны и Шиаре. Ну ладно. О, у нас Пэт, глядите, там застрял, вертится как ела. Так, ладно. Чё у нас тут? Можно зайти, да, в... Нет, не в гнилую потрошильню, а зайти в этот... Чё, серьёзно, я там не залутал? Интересно. Ловушки-то я там хоть... Хотя и ловушки, вряд ли, я там обезвредил. Да, нам в трактир надо зайти. И я ещё забыл Арушилай переодеть. На ней совсем-таки не очень шмотки. Кстати, ага, с этого всё слезло. Со Смилденом. Я думаю, я ему уже продам весь этот хлам, а то я уже просто начинаю путаться в том, что у меня в инвентаре происходит. Так. На 50-ка. Смотри, просто в бар продаём. Кучу всякого мусора. Бесит, что, конечно, так всё расшакаливает. Так. Вот тут чуть повнимательнее. Вот это продаём. Продаём. Так, это мы оставим. И... Вот это продаём, а вот это оставляем для Смилдена. Всё, 72 косаря по рукам. Отлично. Сейчас я, может, ещё что-то тебе впихну. Подожди. Какие-нибудь там говно-свитки. Серьёзных ранений, тяжёлых ранений. Аспект волка. А то совсем чёрт ногу сломит уже тут в этих... Огромном количестве заклинаний. Что ещё мне тут точно не надо. Свиток сон первого уровня. Снять эту тошноту оставим. Снежок. Да, продать можно. Всякая херобора третьего уровня. Круг третий. Третий нафиг не надо. Шестой оставим. Свиток призыва небольшого элементаря земли. Тоже не надо. Всякая шушера вот эта мелкая. Уязвимое место пусть будет. Отступление не надо. Свиток погибель нафиг тоже не нужен. Обнаружение ловушек. Да. Я их без этого хорошо могу обнаружить. Кислотная стрела. Кислотный туман оставляем. Защита от закона. Да этот закон, блин, никто не кастует. Защита от добра вот тоже. Вот нахера они мне. Ориентирующий луч первого уровня. Губительный яд. Ну нормально, хватит. Для него более чем 300 косарей у нас. Так девать некуда. Теперь он как оружейник у нас. Так, чё там? Так, выходим отсюда. И выходим сюда. А, хотя нет, знаете чё? Знаете чё? Нам нужно всё-таки вернуться назад. И... И сделать вот что. Переместиться... С помощью телепорта... Этот, господи, как его... На базу. Снять вещи с лана. Выдать их... Наши подруги. И пойти зачистить крыши. И двор там вот этот, где хотят с нами подраться. Но может там не будут с нами драться. Увидят, что с нами она там. И какие-нибудь диалоги появятся. То есть вот тут вот не угадаешь, что должно произойти. Блядь. Камера, да что б тебе пусто было, а? Ну вот... Пусть руки оторвать вообще за такое. Для начала кольцо сброшу. Пока оно мне не особо нужно. Так, теперь... Теперь, 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 ланчик. Начинаем тебя раздевать. Мне бы чуть-чуть тебя, конечно, посравнивать с ней. Ну ладно. Ну ладно. Шлем кладбищенского сторожа можно продать. Он нахер не нужен. Так, вот три косаря срубим. Я уверен, что тут, конечно, есть нормальные торговцы, которые мы могли прям это оружие спихнуть, чтобы потом его там не искать. Но мне уже просто неохота долго тут выискивать, кто со мной поторгует. Так, хоть ему там спихну. Все, забирай этот дурацкий шлем. Нафиг он мне не нужен. Хотя мне в теории-то и кольцо вот это вот. Хотя на плюс два, ладно, пусть будет. Черт, с ним убедили. Все, пойдем сейчас избивать тут всех, кого не попадя. Сейчас мы подзабафаемся, чтобы нам покомфортнее было тут войну воевать. Такой ебнутый стек у нас, конечно, немножко. Не совсем приспособленный для хорошего ведения обоя. Одну минуту всего длится, да? Маловато, конечно. Так, че, подожди. У тебя тут вообще есть-то? Так, увеличение гуманоида не надо нам здесь. Мы его не используем. Нерушимое сердце. Нерушимое сердце не надо. Сглаз. О, у него сглаз есть. А вот это что? Это хорошее дело. Я сюда на панель вынесу. Где все вот эти сабли у меня. Так, а танка-то у меня как такового нету. Что-то я только сейчас сюда понял. Ну, окей, ладно, че еще тут могу. Праведная помощь. Так, вылечить животное. Да, давай. А тебе нельзя увлечься, да? Охренеть, вот это лошадь здоровая. Я что-то не сразу подумал, но хорошо, что мы на нее все-таки смогли залезть. Так, че тут дальше-то. Из линии серьезных ранений. Оп, задвоилось. Убираем. Вообще, я бы хил, конечно, весь в одно место поставил. Сюда, например. А зачем нам бычья сила, если у нас бычья сила массовая есть? Ну, не знаю, там, нерушимое сердце. Надо ли оно нам? Не надо ли нам благословение? Ну, пусть будет благословение, че, пофиг. Так, 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 здесь, ок. Шлеп, шлеп, шлеп. А, вот оно че. Ну, понятно, откуда у нас эта бычья сила вылезла. Логично. Хоть она нам нафиг и не нужна, учитывая, что у нас массовая есть. Одна минута уровень. Ничего себе. То есть, это как увеличение гуманоида, только нормальное, да? Дыхание жизни, как у ЗСиэля. Рассеивание магии высшее. Так, это мертвецы. Это исцеление ранений. Исцеление ранений. Сюда. Заклинание рассеивать мы и так умеем. Найдем, если че. Так, стрелы бурят, что-то прикольное. Держим под рукой. Терновое тело. Ага, это я помню, что такое. Так, защита от мировоззрения. Ага, вот защита от зла. Слушайте. Тогда мне нужно больше защиты от зла. Я ее вот так просто могу раздать. Хотя, стой, нет. Фиксирую переобувь, защита от этого мировоззрения намного нужнее. Вот так вот. Угу, че у нее тут еще полезное. Так. Ты у нас че умеешь? Дубовую кожу. Хотя, выдай-ка ее к коню, я не знаю. Че там у тебя еще есть. Писка прикосновений. Одна минута. Ураганный лук давай. Влечение животного у меня че-то слишком много. Так. Демонстрация силы-то ей, наверное, не нужна. Хотя нет, невысокая харизма. Может, надо даже кого-то напугать. Может, прикольно. Ныне обезвижить губаной до массовой не надо. Так, 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 так. Героизм выше раздадим. Готово. Давай тоже забавим. Вот это сама пей. Мотоген на ловкость. Огненное клеймо. О, давайте. Прикольно. У нее демонстрация сила. Нафиг не нужна у нее харизма низкая. Так, что-то еще у нас умеешь постепенно вспомнить пытаюсь. Видимость выше. Один раунд. Уровень расплывчивый. То есть, одна минута уровень. Расплывчатость коню дай. Марьево. Зеркальное отражение. Ну, для себя можно. Ориентация. Смел. Ага, вот наш главный баффер подъехал. Офигеть. Бычья сила массовая. Медвежья стойкость массовая. У нас медвежьей стойкости нету. Давай херач. Так, защита от мировоззрения коллективная. Одна минута не надо. Защита от стихии коллективная. Огонь можно бафнуть. Дай, я тут. Столько у меня из защиты, что можно вообще все набафать. Но мы не будем, конечно. Это готово. Дальше. Оберег от смерти. Тебе. Так, это у нас магическое оружие. Супер, давайте. Так, что еще я тут могу интересного сделать. Давайте щиты эти раздадим. Так, супер. Что еще ты умеешь? Магическое оружие выше сделаем. А, так подождите. Я понял. Я тупанул. Теперь оно у нас магическое оружие... Да, 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 да. Магическое оружие и магическое оружие выше. Блин. Это первый круг, а это четвертый. Надо было тогда по-другому раздавать бафы. Ну, ладно, ничего страшного. Что, я давно все-таки за него не играл. И запросто поэтому все мог забыть, что вообще там он умеет. Так. На всякий случай... Нет, тут на всякий случай делать не будем. Что еще? Нейтрализация яда. Один союзник. Снятие паралича у тебя тут. Снятие страха. Блестки есть. Костатриас. Истинное зрение. Что-то... Лезвие крестоносца. Ну, давай, ГГ выдадим. Снятие проклятия. Снятие тошноты. Что такое? Угу. Снятие слепоты сюда. Излечение. Шпастые камни. Так. Волку давай дубовую кожу. Тихо. Промахнулся. На Айву, на Айву надо. Так. Яд. Что-то еще. Дыхание жизни у него есть. Что-то такое святое слово. Нет на панели вроде. Излечение есть. Можно убрать. Вон оно здесь. Ну, ладно. Что, нормально? Набафались. Можно идти подраться. Не знаю, что из этого получится. А еще я сейчас, кстати... Это ж... Опа! Подождите, что это было? Офигеть. Вот вы, уроды. Они мне эту снесли сразу. Ну, вот, суки. А, ну, ладно. Я готовлю. Ну, вот, хотя бы так. Сейчас на своей гига-лошади вас снесу, как нифиг делать. Вон. Теперь я первым хожу. Но это другой уже разговор. Так. Все под контролем. Так. А ты с разбега-то не умеешь? Ебашь. Нет. Так. А что с ГГ? Шок. Небольшой шок. Нет. А что-то даже уйти не можешь. Нет. Не помогло. Это не возможность. О, он же, кстати, с двуручником ходит. А я ему обе руки забафываю. На какой-то лято. Что-то думал. Я его с этим, с Грейбером перепутал. Короче, проще говоря. Поэтому и бафал в две руки. Челучника не снесли мы ненароком. Угу. Сколько у него вон там таран, смотрю. Однако. Сбивание с ног прошло успешно. Открывай мою силу. Я вообще забыл, на самом деле, что он чем-то вооружен. Сбивание с ног. Комбион-алхимик какой-то сверху стоит. Интересно, что он там делает. И тут стоит. Мм. Ладно, допустим. И лежачим у нас сыпали. Одно дело его так просто оттолкнуть, да? Понятно. Понятно. Ну так он хотя бы попадает, кстати, за счетка статряса. Что не может не радовать. Ну так вот, все разобрали этих гадов. Что-нибудь тут даже интересно есть. Давайте посмотрим. Херня. Херня. А вот это вот интересно. Вот этим луком меня там неплохо так нагнули. Композитный длинный лук на плюс 4. Аксиоматическое оружие. Всякий раз, когда держащий этот аксиоматичный композитный длинный лук плюс 4 впервые в раунде попадает по врагу, находящемуся на расстоянии более 30 футов от себя, этот враг получает штраф в минус 2 к защите на 2 раунда. Аксиоматическое оружие насыщено силой закона. Оружие считается законопослушным, что позволяет ему преодолевать соответствующее снижение урона. Ну прикольно, прикольно. Хороший лук я у себя ставлю. Поглядим, что получится из этого. Знаки на стене указывают, что здесь следует искать торговца дурманом. Без ней существует много отрав, способных погрузить в больную грезу и смертного, и даже демона. Так, давайте-ка все в кучку встанем. Кстати, а можно ли изучить длань наследницы? Нет, нельзя. Жаль. Я посмотрел, что он там умеет. Теперь надо понять, кто умеет палкой в пространстве обращаться этой. А где она? А, дверь в пространстве массовой. Не умеешь. Ну, ты умеешь. Супер. А это, кстати, что? Тудовство, скрытность. Ну и оставь себе. О, да, что? А остальные нам не нужны, да? Наглый демон. Интересно, что тут происходит такое. Наверное, надо сюда попробовать телепортнуться и оттуда пойти. О, да. Да ладно, все переместились в приколдес. Кто это к нам забрел? Ты разве не знаешь, что здесь проход платный? Ну-ка, выворачивай карманы. Ох, ё. Блин, вот эту битву я этим стэком, конечно, вряд ли выиграю. Ну, попробовать можно. Ух-ты. Однако, ух-ты. Так, камелия. Чё тут, может, полезного сделать, я думаю. Давай. Не знаю, можно его завалить. Я бы, да, наверное, от него избавился. От лучника. А потом бабаус ходят. Класс. Ух-ты, как они тут развеивают там. Не стесняясь вообще. Вообще не стесняясь. И... Я тогда закастую сейчас демонстрацию силы, завалив вот этого гада. Блядь, а в смысле? Чё, конь его первый ударил? Но... Конь его завалил, сука. Блин, плохо. Так, ладно, пока все под контролем. Вот это ты чё за силовая бомба. Чё она делает? Какие она эффекты накладывает? Ну, ладно, плевать. Разберемся. Так, а ты не спровоцируешь ли внеочередную атаку этим макаром? Повторяйся. Повторяйся. Обидно. Нил, бомборь. Так, следующее, что мы тут можем сделать. Так, Камелия может его убить. Ну да, давай от бабао избавляться. Не избавилась. Чё-то рассеивают, а? Так, и чё? Ну, хотя бы так сделаю. Хм, встал такой, отряхнулся. Такс. Опа-опа. Ловушку там не наступи. Ты мне живой нужен. Так, а Дейран почему ход пропустил? Интересно. Так, ладно, допустим. Так, самого противного завалили. Ну, бабао, конечно, можно было бы не тратить. Ну, ладно. Однако. Интересно, допустим. Ты сегодня уничтожил. Ты сегодня уничтожил. Ах ты, сука, пёс, а. Опять он своё говно кидает. Ну-ка, кусай его. Козлина. Ничего у них тут лутик-то, конечно. Я надеюсь, что ты обеспечиваешь это. Так, тихо, нет. Я надеюсь, что ты обеспечиваешь. Я хожу голоса богатых. Богатые богатые. Я полезна, а я не знаю? Ну, не то, чтобы это того стоило. Так, ну ладно, здесь мы разобрались. Так, а где у меня там недоразведанное ещё? А, вот тут, интересно. Ух ты, ловушечка. Это, наверное, сюда нужно куда-то телепортнуться просто. Ну да, 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 это вот сюда надо телепортнуться. Далеко. Вон, не все могут телепортнуться просто туда. А, а я вниз-то могу вернуться? Одно округли, дите, мы влезли. Чтоб ловушка не сработала, конечно. О, подождите. Ты же дистанционно можешь её хакнуть. Ну-ка, давай попробуем. Отлично. Ну, сорян, Камелия. Так. Угу. Туда бы нам ещё прыгнуть, конечно, по-хорошему. Посмотреть, чё там. Так, досек. Всё будет. Ладно, спустимся. Ты готова идти? Ты готова идти? Ты готова идти? Да, блин. Сложно. Сбежать отсюда. Почти невозможно. Да ладно, я всё время вот так мог сделать? Вот это чит, короче. А я чё тут думаю, блин, как свалить оттуда? А тут вон вообще всё изи. Да, короче, туда можно залезть, в теории. Да, в принципе, на практике туда можно залезть. Мы сейчас через трактир пройдём. Хотя, давайте заберём вот эту добычу, раз уж я здесь. Я помню, что там херобор какая-то. А, даже нет. Тут с демоном можно подраться. Вот в чём. За место. Козырный. Ради чего всё это затевается? Блин. Ещё и порог смерти мы получили. Ну, чё это такое вообще? Можно без порога смерти? Так. Ещё раз. Я слышал что-то. Кто не влез? Мгм. Главное, ебатель не влез. Помнишь, помоги мне, за мою панель. Хм? О, да, что? Можно даже по-другому сделать. Дистанционно всё-таки попытаться обнаружить эти ловушки, а потом ровно в центр телепортнуться всем. А то вот так на крае мы, к сожалению, не все тут влазим. Поэтому... Поэтому это не очень. Так. Кто этот самый глазастый? Ага, супер. Ну-ка, давай. Теперь можно спокойно сюда прыгать, в самый центр. Блядь, а остальных-то... Да что ж такое-то. То мы умело в самую маленькую точечку телепортируемся, то мы не можем попасть на огромную крышу. На которой мне нужны все бойцы. Давайте ещё раз рискнём. Станем вот все дружненько, чтобы видеть друг друга. Да, блин. Чё ж не так-то? Что ж я не так делаю-то? Ладно, сейчас я за кадром попытаюсь туда всё-таки проникнуть на эту крышу. Найти эту точку. Ну, ещё разик, и дальше буду именно вот уже мучиться. Отлично. Мы влезли все, но... Напоролись на ловушку. Так что надо сейчас задетектить эту ловушку. Или телепортнуться так, чтобы не... Не попасть в неё. Ну, вот это сложнее. Проще задетектить и ручками дистанционно обезвредить. У кого там самый высокий показатель внимания? Понимаю, 11, 9, 43. Ну, конечно, он ушёл. Всё. Что-то новое? Ну, это чё такое? Ну, так, отлично. Мы это сделали. Теперь важно снова встать так, чтобы мы могли телепортнуться наверх. Ты готова, чтобы уходить? Это довольно удивительное. А, он здесь добыча задетектил. Прикольно. Надо будет спуститься за ней. А, подождите. Это... Сюда? Да, сюда проход. Нет прохода. Надо будет тоже телепортироваться. Завалим тогда этого охотника за душами. Ух ты. Ого. Хуя себе. Вот это заявочка. Дейран погибает. Ё-моё. Чё-то ещё за хуи-таки. Защита 70 ебануца. Это очень много. Серьёзный чел. Ещё и начинает такбор. За этим стеком я его не выиграю. Никак. Сюда надо идти каким-нибудь мощно заряженным. Своим там, типа, классическим. Ладно, тогда уходим отсюда в центр. О, сюда проход из трактира есть, оказывается. Ничего себе. Я надеюсь, что вы их обеспечиваете. Интересно, однако. Ну да, вон здесь я спуск заметил. Я его протупил. Пропустил. Так, ну в остальном я всё посмотрел, всё, что хотел. Но единственное, вот можно в тот пятачок попытаться залезть ещё. Хотя нет, стоп. Вот я здесь проверку атлетики пройду. А, я уже экспузу это получил, видимо. Как вот так она отбегается? Угу. Угу. Наступайте. Типпор. Так. Чё у нас здесь? Попробуй нажать. А здесь только в ёбаные текстуры уходить. Ясно. К сожалению, здесь ничего полезного нету Ну вот, кроме вот этих пацанов, которых мы раскидали Ну, тогда давайте готовиться на битву с демоном Вливаем в Нексус А, бля, Нексус-то не видно отсюда, сука А, да я хитрее, я сейчас загружусь, чё я в самом деле-то, ха Войду в волшебный телепорт и... Телепорт... А, бля, не, мне же поторговать ещё надо Я там опять хлама набрал, сейчас мы зайдём тогда в... Да, чтоб вас за ногу Я, наверное, сейчас не наведусь на трактир-то Ну да, просто потому, что я его не вижу Ну вот, у меня, благо, тут сохраняшка есть прямо в этой штуке О, всё супер, и не лезем туда больше Ничего там делать Нам нужно... Обратно в трактирчик Посмотрим, чё мы на подбирали Так, арбалет на плюс два У тебя лучше Херня, продадим Продадим Этот оставим Продадим В коллекцию Херня 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 Вот живём, а Денег набрали вообще кучу кольцо на плюс один Ну, надо ли мне столько колец этих? Как будто бы нет Амулет природной брони Не надо Вон у меня теперь на плюс два несколько Кольцо Защиты На плюс два Надо посмотреть Так, перчатки Если он отсечивает перчатки Есть классная способность Запас мистической энергии То увеличивается на пять очков Понять не имеет Чё это такое Один плащ можно продать Раз у нас на плюс два Есть Тиары Невзарядного интеллекта Это для Смилдена Выносливость Ловкость Вносливость О-о-о Так, пока по рукам Кто у меня тут Из этих оболтусов Чё носит На тебе И у тебя Обыч На плюс один Да вы чё гоните, что ли Ну ладно Тебе можно На плюс один Мне надо один Для Смилдена просто оставить Волк У меня там вообще В говне ходит Наверное Тебе вот Музыка Как это Это Продолжение следует... Хотя, я думаю, на плюс один можно все там тоже продать достаточно смело. О, ничего, у меня здесь все открыты, я могу вот так посмотреть. О, приколдесс, однако. Однако, приколдесс. Ну, он тоже такой кочующий персонаж, который просто получает все, что тут навыпадывало. Ну, сланой я просто передаю весь лут ей. Так, она из себя тут особо-то ничего не представляет. Так, ливаем в Нексус. Попробуем зачистить все-таки крышу. Хорошим жирным стэком. Причем мы можем там напризывать перед этим, а потом пойти его уже разваливать. Ну, с Милдона здесь сразу видно. Тек. Попробуем. 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 Посему выходит... Опа. Кольцо на плюс один найдено. Посему выходит... Плащи можно продать. Пояс. Пояс. Тянутся четыре силы. У тебя. Ну, короче, пояс на выносливость продаем. Кольца продаем. Нефиг нам столько таскать с собой. Ну, может, тебе временно выдать. Так, ну что, возвращай хозяйство. Что хоть у него за кольца? Кольцо. Ага, беспощадный выстрел. Ну, хорошие кольца. Так, и... Вот так вот. Все, голожопых не осталось больше. Ну, совсем уж голожопых. Ну, тогда по фасту сейчас идем обратно на базу. Кстати, смотрите, как он быстро бежит, а если нажать, он идет пешком. Бесит вообще, супер. Очень неудобно это сделано. Ну, вон, она все еще под бафом стоит гигантская. Кирказа 17 ксарей. И просто безумие. Засилу надо еще книжку будет прочитать. Не забыть. Блин, я походу палку не снял с пояса у этого. Черт. Как я телепортнусь-то туда теперь? Ладно, продам сначала. Всякое ненужное. Вот вернемся, когда домой. Можно вообще просто жесть, сколько всего накупить. Это что такое? Сияющая защита. Сияние дает... А, да, это от меча. Так, сила. Тогда читай книгу пока что. Она здесь как-нибудь отображается. Рожденный модификатор плюс два. Может, здесь она? Да тоже как будто бы нет. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, что я, собственно, хотел... Что-то из головы у меня все вылетело. А, мне пояс этот, блин, нужен. Палка нужна, которую я на поясе забыл. Сейчас я за кадром все сделаю. Так, все, палку я забрал. Сейчас я угольку ее выдам. Готово. Так, дальше. Смелдон ничего не потерял. Красавчик. Единственное, я вот ему еще тут насыплю говнеца немного. Я тут приметил, что у меня завалялось кое-что бесполезное. Так. Нет, не это. Ну, да. Волшебная стрела первого круга мне просто под взор попала. Все, свои 18 монет я получил. Так, откуда мы там туда телепортнем? Сейчас бы вспомнить, это что такое. А, это он не телепорт этот нарисовывает. С этой стороны вроде бы можно. Так, нам надо место подэкономить немного. Всем оседлаться. Что, мимо? Как так? А, они здесь. Сука. Ну, не будем тратить заряды в пустую. Я сейчас ножками туда дойду. Вообще, получается, надо тогда вернуться в таверну и с таверны выйти с другой стороны. Да, во внутренний двор. И из внутреннего двора уже телепортироваться. Точно. А, еще только сейчас вспомнил, что тут есть же нормальный вот этот вот спуск, блин. Ну, ладно. Так. Давайте сюда примерно встанем. И еще я почитаю про этого охотника за душами немного. Так. Ну, хорошая новость заключается в том, что он не сюжетный персонаж. Что это так просто помучить себя. Какое странное расположение. А коня здесь вообще нету. Нормально, все. Более чем устраивает меня. А еще пишут, что не обязательно делать эти телепорты. Есть какой-то там беспрепятствующий шаг, что с помощью него можно телепортироваться. Не знаю, что это за заклинание. Ну, допустим. Ну, так. Я, конечно, не побегусь все-таки выискивать его. Может, он у нас действительно есть, а я об этом не знаю. Ну, у меня есть замечательный посох. Ммм, сил забыли классно. Вообще. Без силы там нечего делать. К этому бою нам надо очень серьезно подготовиться. Это не вот эти мошки там, которых я просто глупостью задавил. В этом склепе, этом дурацком. Засиэль не влез на этот раз. Да чтоб тебя. Так, вот я телепортнулся наверх. Так, в общем. Силу ставим сюда. ГГ сюда. Тебя сюда. Вас всех остальных подаль ставим. Насколько это возможно. Уголька вообще ныкаем. И, наверное, начинаем процедуру забафывания. Попробуем. Все равно придется по новой строиться после этого. Убийственную меткость отключаем. Так, оставляем. Отключаем. Отлично. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Силу уменьшим Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, окей. Теперь твоя очередь. Погнали. Так, защита от зла для силы персональная. Так... Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, ну чё, ну чё, мы раздали вообще всевозможные бафы. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Бахнем на пэтов. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну погнали. У меня, походу, кстати, не всем отключил эту штуку. Так, ладно. Ну, у Айвы я, по крайней мере, точно забыл. Сокрушительный удар, там вот это все. Экрошеш-куродер. Ну, они вряд ли призывные у него существа. Так что, наверное, мы бы с них лучше начали. Смертохват? Какой еще смертохват? Оу. Ты еще что за хер? Откуда ты взялся? Еще прямо рядом с лучниками с моими. Ох, ё-ёй-ёй. Ну, ладно, ты не настолько страшный, конечно. Хотя, нет, ты все-таки страшный. Ебать у него тут, конечно, вообще просто. Ну, очевидно, надо от этого избавляться, раз он тут под боком у нас стоит. Ух, бля. Бля, вот это крит ему залетел, конечно. А ты, может, сам на себя нерушимое сердце там наложишь. Че что-то бы вообще случилось? А-а-а, это насмел, да-да-да, по-любому. М-м-м, потрясение, испуг. Ну, да. Плохо. У меня свиток-то нерушимого сердца вряд ли есть. Так, и мне бы, как бы, вот эту вот штуку бы вот сюда закинуть. Но я не дотянусь уже. У меня... Ну, Смилдон Висмут отходил уже. Хотя надо было другую штуку заюзать. Надо было этот род джинов заюзать. Отключаем. Так, тут... Тут твоя помощь нужнее намного. Бляцки лошади, а! Так, засель. Что ты тут можешь сделать? Ничего ты не можешь сделать сейчас полезного. Все, что можно полезное, ты уже сделал. Кого здесь лечить надо? До силы, если дотянешься, хилом. Ой, а уголек-то там что делает? Бля, хамуха. Ну да, у него такая позиция, конечно, не очень приятная. И надо ли, предположим, не орудовать вот этой херней? Или сразу лучше атаковать? Вот, блин, хер его знает. Ну я буду через шифт чуть-чуть отходить пытаться. Ебать, ты что, собака, хилишься? Охуеть. Так, ну допустим. Тогда его мы пока не трогаем. Нам от этих нужно избавиться. Его мы успеем замочить еще. Он все еще, он ссыкует. Не атакует его. Ну, бля, хамуха. Ну давай, атака титанов. Мочи миничу. Блин, я так не хочу в ней очередную атаку. Но и атаковать его смысла вообще ноль просто. Хотя, может он так отвечется и будет хилиться вместо того, чтобы атаковать. Вообще все промазал. Так, его мы загрызли. Это хорошая новость. Защита от звука у меня есть. Поэтому тут можно вот это поделать. Так, что, лошадь больше не боится? Лошадь боится. Это плохо. Потрясение. Потрясение есть. И испуг есть. Да что ж такое-то. Давай-ка ты хотя бы вот этих товарищей мне сюда кинь. Это уже как бы избавит меня от чести проблем. Хоть кто-то драться будет. И с я бывает. Просто жесть. Так, почему ты опять ходишь? Ну ладно, я не то чтобы против. И заселить теперь с я бывает. Мы избавляемся пока от них. Дебафать там вот этого черта на защиту. Ёб-ю-ю-мать. Че делает, а? Безумие. Ты не сможешь проживать мне. Мне срочно хил Сиэль нужен. Вообще просто вот срочнее некуда. Ну и вот если он его не завалит. А, да Сиэль-то в страхе съебался. Блять. Это проблема. Так, ты у нас никого призвать не можешь, к огромному сожалению. Что с Милдом, блин, боится. Отлично. Начинаем вот этого товарища задалбливать. Так, че у меня там как конь-то себя чувствует? Эти магии должны быть использованы в других способах. Не держись. Не держись. Все, стоим здесь. Я все равно. Молебен враги. Я не достал, да? Надо скипетр было заюзать. Ладно, начинаем дебафать. Охуеть! Вот это жесть, конечно. И сейчас наша задача его за один такой раунд завалить. Безумие. Или призвать еще кого-нибудь. Не завалили, только половину смогли снять ему. Ну, вряд ли, потому что уголек его имбанет сейчас. Блин, мне будут протиснуться сюда как-нибудь. Так, скипетр мистицизма. Дальнобойных заклинаний. Включаем его. И... Дыхание жизни. Или излечение. 150. Отлично. 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 Так. Яд. Смерть. Распластом путаю. Испуг потрясен. Можно попытаться его усыпить. Жаль. Тогда продлеваем ему дебаф. Охренеть, что он делает. Кто у меня там шлепнулся? Опа. Он не лечился. Идеально. Уф. Ёл. Смерть. Смерть. Он ведет мою шлепку. Вот кто шлёпнулся С Милдена мне Висмута завалили Зато Делаем Я могу ещё, конечно, призвать одного Вот это Вот эту штуку нужно было юзать Снимает все эффекты страха Замешательства Блин, ну ладно, ну сейчас нам его только Атаковать уже О, силу полечили Косы, да вообще за и что делают Охренеть Силу бегают, лечат Поверить не могу Ну, к такому поводу я ещё призову Не то, чтобы от них будет толк У нас тут вон вообще сколько Мы целая армия его избиваем, беднягу Стакается ли с глаз Ну, можно на попадание ему сделать Или на спас броски На попадание мы жить будем дольше С одной стороны Но мы и так неплохо живём А нам его важно завалить Как можно скорее Ну, преимущество явно на нашей стороне Мне так кажется Если бы я так же ответственно К избиению мошек этих подошёл Я думаю Там бы мы тоже справились Немножко сложнее, конечно, сейчас Немножко сложнее По-моему, у меня бутылка была такая Сплывчатость Слушайте, расплывчатость Тоже сгодится На самом деле Бажено, Саратава Бажено, Саратава А, уже нельзя, да? Ну ладно Так, давайте посмотрим Чё там По дебафам на нём Сглаз Защита Сглаз Спас броски Супер Всё висит на нём На попадание Тогда выдаём ему Продлеваем Опа Вот это, блин, плохо, конечно Вот это прям ощутимо плохо Но осталось немного уже Время Попробуем Попробуем что-то крутое с него там выпало судя по всему теперь в этой куче вообще ничего не вижу охуеть плюс 6 ловкости всякий раз когда носящий этот пояс ловкости плюс 6 подтверждает критический удар на следующий три раунда получать ситуативный бонус плюс 2 к броскам на попадание урон охуеть однозначно лану его нужно выдать ловкость выносливость сила ловкость но вот этот на плюс 4 не знаю кому дадим так амулет ловких кулаков может смел да ну нет у него пизжи чай так на плюс 2 у тебя на защиту у тебя тоже на защиту плащ плюс 2 плащ плюс 3 плюс 3 ну понятно в общем найдем кому приспособить о лог глядите у нее пояс так себе отлично что еще там оружие никого не выпало да что вот это бой вот это бой прям во все орудия бились лучше не скажешь что ж на этом предлагаю нам тогда с вами закончить продолжим следующей серии всем спасибо за просмотр и пока пока я с вами пом 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 понятно а а ну Продолжение следует...